МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организация Братства Александра Невского. Что это за организация и на основе чего она создана? Каковы ее основные цели и задачи? Общественных организаций Верхнего Ужья много. Чем вы отличаетесь? С одной стороны, Братство – это некоммерческая организация, которая зарегистрирована, которая занимается разными общественными проектами в разных направлениях. Это и спорт, и популяризация здорового образа жизни, и социальное направление, помощь многодетным, вообще помощь ближнему. Что касается Братства как такого единства, это объединение вокруг традиционных ценностей на основе православной веры, на основе учения Христова вокруг Таинца Церкви, прежде всего. Объединение по духу близких людей для совместного служения Отечеству и для совместного развития и созидания. Я знаю, что у Братствия сейчас, возможно, и потом будут исключительно, возможно, мужчины. И вы сказали, что ваша церковь, при которой организована Братства, церковь, храм Александра Невского, он тоже объединяет прихожан, в основном, мужчин. Вы знаете, ну, будем говорить так, что, наверное, половина или чуть больше половины прихожан мужчины почему-то так вот сложилось. Возможно, потому что там Александр Невский сам незримо пребывает, пребывает своими мощами, которые несколько лет назад были принесены по благословению Владыке. По его же благословению было создано это Братство. И вот храм такой, приход такой мужской получился, наполненный мужчинами. Не без воли Божьей и по молитвам, слову благоверного князя Александра Невского. Как-то вот так вот получается, что все происходит само собой. Как-то вот он, хотя на небесах и святой, но незримо по-прежнему княжит и управляет всеми этими процессами. Ну, а мы под его княжеской дланью служим Матери Церкви и своему Отечеству. Несколько слов. Очень интересная история. Как вообще возродился храм Александра Невского у нас в Твери? Для тех, кто не знает, привокзальная площадь. Храм Александра Невского на привокзальной площади в свое время был такой же храм, который был построен в конце XIX века на средства железнодорожников. Тогда там находилась слобода железнодорожная. И с этим, с основанием вообще храма связано то событие, когда поезд императора, государя Александра III, терпел крушение, и он на своих могучих плечах удержал крышу этого поезда, спас свою семью и спас прислугу. Но он это все видел в помощи Божьей и благодарил за это своего небесного покровителя, которого очень чтил, а именно своего благоверного князя Александра Невского. В честь вот этого события и памятуя о небесном его покровителе, тверские железнодорожники построили такой замечательный храм. Храм этот был упразднен, священники репрессированы в конце 20-х годов. Окончательно он был разрушен, был вначале переделан под склад, потом там был магазин, окончательно был разрушен в начале 80-х. И уже в наше время он был вновь воссоздан и в 15-м году освящен. И с тех пор там происходит богослужение. Воссоздан на том же месте. На том же самом месте и в том же самом виде, какой он и был. Значит, ну, потрудились разные известные люди. Они у нас есть там на табличке. Известные люди города в возведении этого храма. Известные фамилии этого города. Вот Страшнов, Аксененко и многие другие. Можно прийти, посмотреть. Мы за этих людей молимся. Вот. Очень благодарны за их вклад. Такой вот за строительство храма. Сейчас мы занимаемся тем, что расписываем храм. Ну, и так как у нас мощь Александра Невского и храм такой, получается, мужской, воинский, то и роспись мы делаем в соответствии с такой традицией. Там в основном у нас святые воины изображены. И собор Архангела Михаила над Иконостасом. И по левую, по правую сторону собор русских воинов. И византийские святые. И великомученик Георгий Попиносец, Дмитрий Солунский. Но многие известные наши воины. В том числе Михаил Тверской. Сын его Дмитрий Грозный, о котором вообще мало известно. Но на самом деле был очень мужественный человек. Отомстил в Орде за отца. На глазах, выхватив саблю у телохранителей хана, он свершил вот такой вот подвиг. Сам претерпел. Потом за это был замучен, убит. Но тем не менее, через такое мужество, через справедливость сподобился быть святым и покровителем нашего города. Вы так перечисляете, чем вы, собственно, вернёмся к братству Александра. Вот таких же защитников нашего Отечества вы, по большому счёту, и воспитываете, и готовите. Да, потому что у нас замечательные примеры. Нет, наверное, вообще более славной истории, чем история нашего Отечества. С одной стороны, порой трагическая, но с другой стороны, просто грандиозная своими примерами мужества. Начиная с наших воинов, богатырей, таких как Меркурий Смоленский, Пересвета Ослябя, Мстислав Удалой, вот Торопецкий князь, жил в Торопце, куда только не ходил. Тоже к лику святых причислен. В каких походах только не участвовал. Вот, Александр Невский, естественно, Михаил Тверской, Дмитрий, его сын, Анна Кашинская, которая такой вот пример супружеской благоверности явила, потом стала монахиней, стала святой. И действительно, вот только на этих примерах мы можем воспитать достойное поколение, и мы можем нести с честью и достоинством ту славу, которую они нам завещали, наши великие предки. Где вас найти, кто может приходить к вам, кто может вступить в ваше братство? Мы рады всем, ждем всех в нашем храме, вот, принимаем всех, всех очень любим, всех готовы встретить, и, но в братство вступают мужчины, ну, в основном у нас такой контингент от 16 до 50 лет, но в среднем 30-40 лет зрелые мужчины, которые вместе трудятся, ходят в храм, занимаются физкультурой. И поддерживают друг друга, помогают друг другу в жизни. Я желаю, чтобы ваше братство крепло, потому что еще совсем молодой, да? Да, мы, ну, вообще, стали собираться где-то, наверное, около года назад, вот, а зарегистрировались два с половиной месяца назад. Совсем ничего, но, тем не менее, уже больше 40 человек у вас, да? Да, да, ну, князь Александр Невский собирает, вот, а мы ему в этом помогаем. Спасибо вам за добрые дела, спасибо вам за службу Отечеству нашему. Я надеюсь, что все у вас получится, уважаемые друзья. Сегодня у меня в гостях был Ирей Кирилл Алексеев, духовный наставник братства нового нашего Тверского общества Александра Невского. Спасибо огромное, здоровье. Будьте здоровы, уважаемые друзья. Спасибо, до свидания.